Диагноз многоводие К чему может привести? К преждевременным родам Матка очень сильно растянута, как мне сказали Вод очень много Ребенку с одной стороны хорошо, там он колбасится У него много места А с другой стороны Роды могут начаться в любой момент Потому что матка может не выдержать Количество такой воды И если честно, то всю эту беременность У меня ощущения странные Я очень низко чувствую ребенка Чувствую, как он очень низко крутится Или шкрябается Такие ощущения, что он сейчас вылезет И скажет, привет! А еще рано! Я очень рада, что вчера Наступило у нас 35 недель И прочитала вчера информацию в интернете Что в этом сроке рожать В принципе безопасно для ребенка Потому что легкие уже сформированы Он сможет сам дышать Значит, кожные покровы Тоже все там хорошо Сформировано Мозг сформирован Единственное, что ребеночек еще не набрал Достаточное количество веса То есть Желательно, конечно, мне поберечься Что я и стараюсь делать Я сейчас стараюсь никуда не ходить Могу выйти Совсем чуть-чуть на улицу На солнышко Но вообще бывают такие дни Вот как сегодня, например Я никуда не выхожу Я лежу Потому что я реально чувствую Что у меня матка уже начинает готовиться К родам У меня Бывают Напрягается очень сильно Живот На какое-то время А потом расслабляется Вот Такие неприятные ощущения Ноет живот как перед месячными Вот И в таком случае Я стараюсь, конечно, лечь Горизонтальное положение принять Чтобы, не дай Бог, не начать Рожать Раньше времени Когда я лежала в больнице Врачи назначали девочкам У которых угроза Преждевременных родов Свечи Свечи в анальное отверстие Которые вставляются Это Папаверин И какие же еще Папаверин Это точно я запомнила Которые не помню Ну, в общем Против спазмов свечи Я на всякий случай Себе их купила И думаю, что если Вот Не дай Бог Что-то начнет сильно крутить То я, конечно, воспользуюсь Этими свечками Но пока не пользовалась Пока мне помогает Просто покой Я ложусь Не переутруждаюсь Берегу себя Вот Но, в принципе Я уже спокойна и довольна Что, в принципе Мы уже перешли Тот рубеж Когда Очень опасно рожать Ребеночка было Могли не раскрыться Легкие И Очень было бы сложно Пришлось бы В кювес Ложить ребенка И лежать долго В больнице Сейчас Даже если В 35 Недель Если начнутся Роды Я постараюсь, конечно Дотянуть до 37 недель Это как бы уже Доношенный ребенок Считается Минимум 37 недель Вот Но я уже не так волнуюсь Я уже довольна Вот Многоводие, конечно Меня это сильно Пугало Но Еще По поводу Многоводия Пообщалась С одной женщиной Которая Тоже сказала Что на всю беременность Ходилась в многоводие Но она не ложилась Вообще В больницу И в принципе Ребенок у нее Абсолютно здоровый Родился И все хорошо Ну, видимо Ее так не беспокоило Может быть У нее не было такого Что вот Как у меня была Сильная задышка Ну вот Очень тяжело было дышать И И Болезненное ощущение Вот в пугке И внизу сильно Крутило у меня Вот Может у нее не было Таких симптомов Поэтому она не ложилась Еще знаю Одну девушку Которая тоже Оказалась в многоводие Причем Выяснили это Во время родов Когда отходили воды Их очень много Отошло И они сказали О, так у тебя же Было многоводие То есть даже врачи Не поставили такой диагноз Что у нее многоводие Они не знали Ребенок родился Абсолютно здоровый В срок Все хорошо Но в любом случае Если вам ставят диагноз Многоводие Рекомендую Выслушать мнение Нескольких врачей И прислушаться К своей женской интуиции К своему ощущению К своему состоянию Если вам Очень дискомфортно То лучше конечно Лечь в больницу И быть под наблюдением Врачей Для того чтобы Ребенок ваш И вы Были в безопасности Потому что Как мне врачи Не вдаваясь в подробности Говорили Что многоводие Вообще может быть опасно Не только для ребенка Но и для мамы Вот Ну чем опасно Тем что матка порвется Будет куча разрывов Вот зачем Вам это надо И мне это не надо И вам это не надо Поэтому Берегите себя Не волнуйтесь Если у вас диагноз Многоводие Маловодие намного хуже Как я узнала Из интернета И от врачей тоже Вот Берегите себя Хотите Консультируйтесь Со специалистами Удачи Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует